Субтитры делал DimaTorzok Маш, поддрасьте у Тимонетков. Можно? А у меня папка в правой руке. Судьи Евсеи, расслабься, но я ее заберу и подберусь. Хорошо. Орел. Решка. Ну, давай. Ты богатый. Молодой, красивый, богатый ведущий Евсей Ковалев и… Настя Ивлеева. КНДР – это та страна, где у туристов нет свободы перемещения. Нельзя просто пойти и погулять по городу. Нельзя зайти в любой магазин. Да и вообще, туристов тут каждый день возят по одному и тому же маршруту. Только по центральным и новым улицам. Вот что тебе покажут во время экскурсии, то ты увидишь. Друзья, впервые в истории «Орла и решки» экскурсия в дворец пи… ой… в дворец школьников и детей. Летс го! Каждого ребенка КНДР в девять лет принимают в союз детей Кореи. Это вроде как у нас раньше были пионеры. Но здесь такая организация называется САНЮНДАН. Каждый ребенок здесь носит красный галстук, учит идеи ЧУЧХЕ, биографии великих вождей и посещает разные творческие кружки. А проводятся они вот в таких дворцах школьников и детей. Колоритненько, знаете ли. Судя по убранству, этот дворец школьников выглядит лучше, чем отель «Евсея». Чего стоит только один потолок. Ким Хи Юн Сук рассказала мне, что во дворце 500 кабинетов, в которых дети занимаются кто чем, и к ним даже можно зайти. Это кружок музыки. Здесь детишек учат играть на корейских гуслях каягым. У меня мурашки, просто мурашки от того, что я вижу. А самое интересное, что здесь дело не в том, как они играют, что они играют, а в том, как это все выглядит. Просто они прям четко, методично, у них голова, руки, все работает. А вот кружок каллиграфии. Здесь учат красиво и правильно писать корейские буквы. Представляете? Чтобы так писать, нужно учиться три года. А это танцевальный кружок. Здесь учат плясать народные корейские танцы. Смотрите, это, конечно, все просто фантастически. Реально мурашки по всему телу. Иностранец в Северной Корее не может поесть когда и где ему захочется. Тут все приемы пищи туристов распланированы заранее и в специальных местах. На ужин меня привезли в ресторан Тэ Данган. Самый модный и роскошный пхеньяне. Его завсегдаты, иностранцы и богатые корейцы. Те, кто может заплатить 10 долларов за блюдо. Если что, 10 баксов – это средняя месячная зарплата в КНДР. Надеюсь, будет не только красиво, а еще и вкусно. Можно меню? Ну, изучим, что едят в КНДР. Господи. Понятно, что ничего не понятно. Лучше доверюсь официантке. Несите мне все самое деликатесное. Бедного туриста тоже кормят в ресторане. Но за столом ты не один, а вместе со своей экскурсионной группой. Кстати, в бюджетном туре кормят каждый раз в новом ресторане. Чтобы туристу было интереснее и, правильно, веселее. Мне принесли корейские деликатесы. Пицца, кимчи… А это что такое? Черепаший панцирь? И сказали, что это суп из медузы. Ну, давайте разбираться. Кимчи – это любые квашеные овощи. Капуста, морковка, огурцы. В общем, все, что можно заквасить. На самом деле, я ожидал реально пиццу из кимчи, а это больше похоже на салат в капустном листе. Да, это остренькая говядина. Ну что, давай знакомиться, тортила. Суповая черепаха – это местный деликатес. Ее мясо здесь режут на кусочки и коптят. А еще делают фрикадельки и тушат с финиками, каштанами и луком-пореем. Прости меня, черепаха. Это же кальмар. Нет, серьезно. По-моему, меня обманули. Это просто стопроцентная курядина. В чем прикол? Официантка мне объяснила, что очень трудно приготовить черепаху так, чтобы она не воняла, как болотная жаба. А вот если она напоминает по запаху и вкусу морепродукт, значит повар – настоящий профи. А теперь суп из медузы. Ммм, ням-нямушка. Все детство не видел медузу. В том детство закончилось, я и не видел медузу. Вот на нее принесли, я на нее посмотрел. Всем спасибо. На этом все. С вами была «Орел и решка. Перезагрузка» и медуза. Да блин. Ну и что, что в этой медузе полно витаминов и минералов? Ну и что, что ее 10 раз прокипятили и залили соевым соусом? Это все равно медуза. Ладно, буду первым ведущим «Орла и решки», который съел настоящую сырую медузу. Она хрустит. Она реально хрустит. Она вкусная. Нет, серьезно, если отгородиться от вот этого ощущения того, что у тебя на зубах хрустит какая-то, не знаю как это описать, как личинка и просто чувствовать вкус – это реально ничего так. Ну что, с почином у меня первый мерзкий деликатес. В своих путешествиях ведущие «Орла и решки» повидали всякое. Алло, э, что происходит? Ну его нафиг. Все, что думаете, что это работа мечты, да? Угу. Завтра же увольняюсь. Нам казалось, что их уже ничем не напугать. Но в этом сезоне мы приехали в город, который стал самым скандальным за всю перезагрузку. Это был труп? Перед ним спасали даже опытные ведущие. Ой, боже, господи, за что я вообще здесь? Это Варанаси, город на берегу священного ганга. Нафиг. Сюда едут туристы, я не понимаю искренне, зачем они тратят свои деньги. Это пизд. Не могу я нормально здесь разговаривать. Это просто пизд. Как этот хаос можно вообще обозвать нормальными словами? Это был такой шок, что в Варанаси Настя-опасность превратилась в Настю-безопасность. Мне срочно нужен антисептик. Много антисептика. Магазин антисептика. И не рискнула испробовать на себе всю индийскую экзотику. Вот только кобры мне еще здесь не хватало. Я, пожалуй, пойду. Чтобы вы понимали, в Решке нормальные люди не работают. Видите эти красные пятна? Это бетель. Он безумно популярен среди индийцев. Его очень любят пережевывать, а потом сплевывать в виде такой вот красной жижи. Хотите узнать поподробнее? Тогда гоу со мной в самый древний магазин бетеля. Туда. Ну вот, собственно, и самый древний магазин, где продается бетель. Ну а что вы хотели? Это же Варанаси. Здесь все выглядит как гараж. Кажется, что тут торгуют каким-то салатом. Но это не салат, а традиционная индийская жвачка пан. На лист бетелевой пальмы ляпают оранжевую кашицу из ореха бетель. Добавляют специи. Корицу, кардамон, гвоздику. Кому что больше нравится. И заворачивают, как маленький голубец. Эта жвачка – местный энергетик. У людей, которые жуют пан, сначала немеет рот. А потом образуется вязкая бурая жижа, которую нужно постоянно сплевывать. Этой противной кашей заляпаны все тротуары и стены в городе. Из особенно положительного, если вы будете регулярно пробовать бетель, то со временем ваши десна станут кровоточить. Потом их начнет чуть-чуть разъедать. Скорее всего начнут гноиться, вследствие чего зубы начнут крошиться и выпадать. В лучшем случае станут прозрачными. Поэтому, конечно же, я даже близко не прикоснусь вот к этой вот штуке. И вам категорически не советую. А еще в Варанасе есть уличные массажисты. И это еще одна экзотика, на которую у меня не хватило смелости. Не-не-не, я массаж делать не буду, даже если мне за это заплатят. А вот ты, Сань, мне кажется, тебе как раз это нужно. Реально, такой рюкзак тяжелый носишь. Давайте сделаем. А я поснимаю. Да? Ну класс, все. Пойдем, пойдем. О, Саня, порфавор. Простопили. Нравится, Сань? Класс. Всем приветики-пистолетики. С вами Настюшка-опасность. Сейчас по заднему фону вы наблюдаете, как оператор кайфует и балдеет от потрясающего массажа. От человека, руки которого по-любому были вымыты как раз таки в ганге. Сань, ты муха, воздухом вот так вот отплевывай, у тебя руки заняты. Поверьте, друзья, здесь полный, короче, полнейший триндец происходит. Ну что, порвемся мощнейше? Отдать швартовые. Или швартовые. Поехали. Мы в неизданном любим раскрывать секреты. Помните, в Греции мы рассказывали, что миллионеры арендуют роскошные яхты и катаются по греческим островам? Но мы не рассказали, как эти миллионеры живут на этих роскошных яхтах. Безусловно, яхты – это престижно, богато и дорого. Но есть и обратная сторона медальки. Кто забыл, меня зовут Настюшка Ивлеева, э-кей Настюшка Доброта. Опасность, извините. Кто забыл, меня зовут Настюшка Ивлеева, э-кей Настюшка Опасность. И я на собственном примере испытаю все сложности яхтерной жизни. Яхтерной. Да, вроде правильно. Погнали! Слушайте, а это удобно. Итак, частый, извините. Итак, самый часто задаваемый вопрос – как ходить в туалет и душ на яхте? Заходите, туалет находите. В принципе, ничем это не отличается от привычного нам санузла. Я все поняла. Смотрите, ребята. Милой, проходи, садись. Ну, раз уж так хорошо сидим, расскажи, как утро. Что тебе признанилось? Ой, кажется, я что-то не то с утра съела. Милой, давай Настюшка Опасность гарантирует, что совместный санузел укрепит ваши отношения и сделает вашу личную жизнь еще более насыщенной и разнообразной. Ну а мы возвращаемся к обзору. Объявление – бумагу в санузел не бросать. Ну мы же не глупцы какие-то, правильно? Мы ее положим, а не бросим. Нажимаем. Только не говорите, пожалуйста, никому, что я сделала засор. Потому что не наши проблемки. Переходим дальше. Здесь же есть тушь. То есть прекрасным незамысловатым образом вы можете совместить приятное и полезное. Но есть и минусы, друзья. Если вы попадаете в шторм, то вас начинает качать. И миссия становится просто неуправляемой. А это второй часто задаваемый вопрос. Как сохранить баланс? Я ударила себя душем по башке, но я так и хотела. Вы даже представить себе не можете, как на яхте неудобно, когда на море качка. Поэтому сто раз подумайте, стоит жить на яхте или нет. Заработай свое плаво. Мне кажется, я все-таки подпростыла после этой Индии. Жалко. Привет, друзья. Это Орел и Решка. Перезагрузка. Давай, научные факты. Пуляй. Ну, во-первых, Монголия – это страна с самым быстрорастущим ВВП в мире. Аж 17% в год. Что? Во-вторых, Монгольская империя – самая большая по территории за всю историю завоеваний. Что? Все. Окей. Извините. Бедная. Да, я с тобой уже пятую программу работаю. Хорошо, что заметил. Друзья, мы перепишем Эли? Я думаю, что да. Значит, парень с кораблем на голове – это Орел. Чингисхан, возможно. Так, это не факт, что это Чингисхан, ребята. Скорее всего, это не Чингисхан. Но это молодой Чингисхан. Давайте спросим. Дай мне, дай мне. Давай спросим. Это Чингис Сухота. Это Сухота. Надо все переписывать. Одним из самых ярких впечатлений перезагрузки в третьем сезоне стала дикая, необъятная Монголия. Странное ощущение. Мы жили как степные кочевники. Ну я только что заплатила 10 баксов за то, чтобы пожить в коридоре. Мы пробовали монгольские деликатесы. Ох уж это хуицца. Хуицца. Я сказала хуицца. Мы ездили на местном транспорте. По-моему, это даже верблюда за весней. Блин, классно. Там столько овец. Последний раз я видела столько в московском ночном тубе. Девчонки, всем приветики-пистолетики. Выпуск получился необъятным, как монгольская пустыня. И один сюжет просто не влез в программу. Вы не поверите, но минимум 65 миллионов лет назад эта пустыня была зелеными тропиками. И тут жили жуткие и свирепые существа. Животные, которые правили миром еще до появления человечества. Динозавры. Не обязательно каждый раз так делать? Да. Пустыня Гоби – это самое динозавронасыщенное место в мире. Это как супермаркет для палеонтологов. Ты пришел, воткнул лопату, нашел динозавра. Здесь открыли торбозавра, орнитомимозавра, протоцератопса, арвираптора, эвоплацефала, бактозавра. И всех нашли в этом месте, которое называют кладбищем динозавров Бээнзан. Я уверен, что сегодня мне удастся открыть еще парочку новых видов. Сейчас я покажу вам простой и самый надежный способ определить останки динозавра. Берем окаменелость и прикладываем к языку. Окаменелая кость динозавра гораздо легче и липнет к языку. Вроде бы так. Прилипло. Друзья, я кажется только что оказался на пороге открытия века. Это настоящие яйца трицера мопса. Что-то не то. Оно какое-то легкое. Оно разламывается. Саша, убери камеру. Это не вставляем. Проще выиграть миллион, чем найти кость динозавра. Но чтобы туристы не расстраивались, гиды частенько делают им небольшие подарки. Это настоящая кость динозавра. Но есть нюанс. По монгольским законам все, что ты нашел в пустыне, должно остаться в пустыне. Так что окаменелость можно лизнуть, сфотографироваться и вернуть гиду. Такая себе многоразовая косточка. В начале третьего сезона мы приехали перезагружать маленький горный Таджикистан. Таджикистан, привет! Мы поняли, что у Таджикистана два добра. Правильно. Забыла, как слово называется. Горы. И гостеприимство. Иглеево, просто дуб. Правда, был момент, когда нам было по-настоящему страшно. Тихо-тихо-тихо. В программе его не показали и сейчас вы его увидите. Да, я готова проснуться и готова протрезветь. Наконец-то. На второй день своего уикенда в Душанбе я решила отправиться в экспедицию к затерянному в горах древнему племени ягнобцев. Дорога к людям ягнобок – то еще и испытание. Извилистые серпантины. Для меня остается вообще загадкой, как здесь умудрились проложить асфальт. Дорогу. Прости, в голове не укладывается, если честно. И уши постоянно закладывает. Постоянные таджикские горки. Кто вверх, кто вниз. Ну что, друзья, а сейчас приключения начинаются. Потому что мы въезжаем в тоннель смерти. Тоннель этот на протяженностью 5 километров. Здесь нет никакого освещения абсолютно, кроме фар машины. И абсолютно нет вентиляции. То есть здесь очень душно и даже сейчас спереди видно, как дымка такая. То есть какой-то, знаете, полутуман. И дорогу практически не видно совсем. Вот буквально на расстоянии вытянутой руки от машины и все. Это еще так страшно, потому что фуры, они, не знаю, какие-то сумасшедшие, они прям реально топят. И самое страшное, что это единственная дорога, которая соединяет северный и южный Таджикистан. Поэтому водители вынуждены каждый раз играть в игры со смертью. Несмотря на вот эту вот очень неприятную атмосферу, я могу сказать, что, друзья… Это его еще отремонтировали, то есть три года назад он выглядел совершенно по-другому. По-моему, я выиграла в лотерею. Как бы, друзья, это эпично не звучало, но слава богу, я вижу свет в конце тоннеля и он дневной. Урааа! Боже, прям вот поезжаем и вот кажется, как будто сейчас просто щеколоток свежого воздуха пробьет. О-о-о-о! Жить стало легче. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, мальчики, можно поработать. Остановитесь. Настя, прикинь, меня задержали на паспортном контроле. Все никак не привыкли. Привет, друзья! Че там дальше, помнишь? Бар оф дзес. Ереван. Ереван. Пам-пам. В третьем сезоне мы проведали старый добрый Ереван. Нас тут встретили как родных. 50 градусов. Ереван нас так развеселил. Сейчас я его добью. Висит же. Упал. Растанцевал. И раструсил. Как ты че творишь? Ой, господи. Что мы не заметили, как сняли гору ярких впечатлений. Друзья, перезагрузка, она на то и перезагрузка, чтобы находить вещи, которых раньше просто не было. И я вот подумал, а чего не было в Ереване, когда здесь отдыхал Андрей. И знаете, как мне повезло? Я нашел штуку, которой нет больше вообще нигде в мире. Искусственная, огромная закрытая волна для серфинга. Пойдем пробовать. Только переоденусь. Искусственная волна – тренировочная площадка для серферов, кайтеров и других любителей водного экстрима. Здесь за 50 долларов в час в центре Еревана можешь почувствовать себя, как на Гавайях. Ну что, поехали? Это просто офигеть, как сложно. С меня раз в 20 слетали трусы, меня просто постоянно уносят в эту стену. Я пришел сюда такой типа крутой, я знаю, как кататься на борде, но нифига, я вообще не знаю, как на этом стоять. У меня отбита башка, спина, поп, вообще все подряд, но я отсюда не уйду, пока не встану нормально. Это очень круто, это реально моя мечта. В воскресенье утром я пошла позавтракать в одно супер популярное ереванское кафе. Ой, смотрите, какая там очередь. Закрыто, да. Слушайте, ну походу, какое-то очень популярное место, потому что оно еще не открылось, но уже собирается толпа народу. Слушайте, да это больше, знаете, похоже на какой-то маленький детский мир, потому что какие-то самолетики, игрушки к потолку подвешены. Очень красиво, необычно. Настюшка детский мир. Это место тут называется Гранд Кэнди Пончиканоц. Не надо знать армянский, чтобы понять, что главное блюдо тут – пончики. Их тут все так уплетают, что хочется и себе уже заказать штук сто. Ну, значит, пончики с ванилью, пончик с карамелью, пончик с персиковым джемом и два пончика с шоколадом. Начну с шоколада. Это просто невероятно вкусно. Тесто. Все ели беляши, да? Так вот, тесто для беляша только сладкое. Начинка нежная. Шоколад тает во рту. И все вместе это превращается просто в салют. Просто, ребята, я не могу остановиться, мне хочется больше, больше, больше. Это невероятно. Просто какая-то космическая субстанция, которая проникает ко мне в мозг. Мне хочется поглощать ее снова и снова. Снова и снова. Ну что тут еще скажешь? Такой космос и всего за доллар двадцать – это что-то невероятное. Кажется, я перееду и получу. В 2005 году Армения отпраздновала 1600-летие своего алфавита, в связи с чем на могиле его создателя Местропа Маштоца установили 39 гигантских букв. И они стали местной достопримечательностью. Пойдем смотреть. Вот армянский язык настолько необычный в произношении, что им пришлось придумать аж 39 новых букв, чтобы обозначить все звуки своей речи. Нет, ну вот как думаете, что это за буква? С? Ци? Си? Может быть щи? Неа. Это буква Т. Серьезно, Т. Как я мог не догадаться? А вот так вот выглядит С между прочим. А это буква Х. Это Ж. А это О. О и в Армении О. Если написать на армянском название химического элемента, а потом сложить порядковые номера букв вместе, получится… Внимание! Его номер в таблице Менделеева. Как это возможно, если таблица Менделеева появилась намного веков позже, чем армянский алфавит? Я не понимаю. Раз уж приехал в Гарни, нужно обязательно отправиться в место, которое здесь называют симфония камней. Симфония камней – одно из чудес Армении. Это высоченные скалы, собранные из странных шестиугольных столбов, которые напоминают гигантский каменный орган. Снизу выглядят как соты, только огромные и массивные. Фантазия здесь может разыграться только в путь. В очередной раз задаю вопрос, как природа умудряется вытворять такое? Ученые говорят, что ничего удивительного. Просто базальтовая лава изливалась из вулкана. И когда ее температура опустилась на 100 градусов ниже температуры кристаллизации магмы, она застыла в форме гексагональных столбов. Ну, в принципе, все понятно. Ну и предостережение от Настюшки опасности. На самом деле эти камни каждый третий с огромной трещиной, что говорит о том, что вот-вот они могут упасть. И дай бог не на голову кому-нибудь, поэтому будьте осторожны и внимательны. Друзья, я однозначно советую вам сюда приехать, потому что на таком маленьком клочке Армении находятся такие великие масштабные красоты. Спасибо.